Константин Паустовский, Дремучий медведь, читает Павел Беседин. Сын бабки Анисии по прозвищу Петя Большой погиб на войне и остался с бабкой жить ее внучонок, сын Пети Большого, Петя Маленький. Мать Пети, маленького Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя Маленький ее совсем позабыл, какая она была. — Все тормошило тебя, веселило, — говорила бабка Анисия, — да, видишь ты, застудилась осенью и померла, а ты весь в нее, только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все по углам хоронишься, по углам, да думаешь, думаешь, а думать тебе рано, успеешь за жизнь надуматься, жизнь долгая, в ней вон сколько дней не сочтешь. Когда Петя Маленький подрос, бабка Анисия определила его пасти колхозных телят. Телята были, как на подбор, лопоухие, ласковые. Только один по имени мужичок бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался все время. Петя гонял телят пастись на высокую реку. Старый пастух Семен Чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят. А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах, и каких только дерев не было на высокой реке. В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и в ивовый лист, узкий, серебряный, вроде рыбки, уклейки, дрожал в бегущей воде. А выйдешь из-под черных ив и ударит с полян таким светом, что зазмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце. Ежевика на крутоярах так крепко хватало Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлистал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки. На высокой реке жили бобры. Бабка Анистия и Семен Чаевик строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер – зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останется хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров. И потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожевого зверя. Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, брать ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду. А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. В тот час под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубками до сердцевины. А в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кукуру. Тогда Семенович Ивик рассказал Пете, что бобер сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два. Глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру. В густоте листьев над высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы. А дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича, такой же остроносый и шустрым черным глазом, колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осококрю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять ударит, что осокарь от макушки до корней загудеет, загудеет. Петя все удивлялся, до чего крепкая голова у дятла, весь день стучит по дереву, не теряет веселости. Может, голова у него и не болит, думал Петя, но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли бить и бить целый день? Как только черепушка-то выдерживает? Пониже птиц, над всякими цветами, и звонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы. Шмели не обращали на Петю внимание, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклые глазища, будто подумывали, ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким-то связываться им. И в воде тоже было хорошо, смотришь на нее с берега, и так и подмывает нырнуть, и поглядеть, что там в глубокой глубине, где качаются водоросли. И все чудится, что ползет по дну рак, величину из бабки на корыто, растопырил клешни, а рыбы, пятится от него, помахивают хвостами. Постепенно и звери, и птицы привыкли к Пете, и, бывало, прислушивались по утрам, когда же запоет за кустами его рожок. Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал, не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу, идущей известью. Деревья тихонько шумели навстречу Пете, помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчонки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они выпрямляются. Долго дрожат от боли и шелестят, жалуются листьями друг другу. Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы. Шмели взлетали и покрикивали «Здороги! Здороги!» Рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей. Дятел так ударит, так ударит, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой. «Вот и я!» — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки. «Здравствуйте!» «Дра! Дра!» — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «Здравствуйте!» На это не хватало у нее вороньей памяти. Все дра да дра. Все звери и птицы знали, что живет за рекой в большом лесу старый медведь и прозвище этого медведя «Дремучий». Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес. Вся в желтых сосновых иглах, вдавленные брусники и смоле. И хоть старый это был медведь, и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, зеленые, будто молодого. Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, чтобы паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная. Со дна реки били ледяные ключи, и медведь раздумал переплыть реку. Не хотелось ему мочить шкуру. Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья шуметь, рыбы бить хвостами по воде, шмели грозно гудеть. Даже лягушки поднимали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой. А Петя удивлялся и смотрел. На небо не обкладывают ли его тучами, не к дождю ли раскричали звери. Но солнце спокойно плыло по небу, и только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге. С каждым днем медведь свердился все сильнее и сильнее. Он голодал, брюхо у него совсем отвисло. Одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник, разроешь. Так и там одна только пыль, так сказать. Беда, беда, ручал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. Пойду задерну телка, ой, задеру. А пастушок заступится. Я его придушу лапой и весь разговор. А от телят вкусно пахло парным молоком. И были они совсем рядом. Только и дело, что переплыть каких-нибудь сто шагов. Не уж не переплыву, сомневался медведь. Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, в Волгу переплывал. И то не боялся. Думал медведь, думал. Нюхал воду, скреб в затылке. И наконец решился прыгнуть в воду. Ахнул и поплыл. Петя в то время лежал под кустом. А телята, глупые они еще были, подняли головы, наставили уши. И смотрят, что это за старый пень плывет по реке. А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то, что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень. Первый после телят заметила медведя ворона. Краул! Крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. Звери! Вор! Вор! Сполошились все звери. Петя скачил. Руки у него затряслись. И уронил он свой рожок в траву. Посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами старый медведь. Отплевывался, рычал. А телята подошли уже к самому крутояру. Вытянули шеи и смотрят. Закричал Петя. Заплакал. Схватил длинный свой кнут. Размахнулся. Кнут щелкнул. Будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут на медведя-то. Ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз. И зарычал. Погоди! Сейчас вырезу на бережок. Все кости твои пересчитаю. Что вы думал? Старика кнутом бить. Подплыл медведь к берегу. Полез на крутояр. К телятам. Облизывается. Петя оглянулся. Крикнул. Подсобите! И видит. Задрожали все осины и ивы. И все птицы поднялись к небу. Неужто все испугались? И никто мне теперь не поможет. Подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету. Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы. И сколько медведь не рвался, она его не пускала. Держит. А сама говорит. Нет, брат, шелутишь. Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам. Это что ж такое? Зарычал медведь. Бунт! Я с тебя все листья сдеру, негодница. А ива все хлещет, его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и, как долбанет медведя по темени, у медведя позеленело в глазах. И жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть. Воет и собственного воя не слышит. Слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели. Но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру, волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и пополз обратно в реку. Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя. Дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хватит! Зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут. «Братцы!» – заорал медведь, пуская пузыри. «Смелуйтесь, отпустите, слово даю, до смерти сюда не приду!» И пастуха не обижу. «Вот, хлебнешь бочку воды, тогда не придешь!» – прохрепел окунь, не разжимая зубов. «Уж я ли тебе, поверю?» Михайлович, старый обманщик, только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый дрочливый ерш на высокой реке по имени Шипаят, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах, а медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу. «Фу!» – думаю, дешево я отделался, только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку все равно нету. Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке. Подгрызли ольху, встали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят, рассчитывают, когда он подплывет под самый удар этой высокой ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи и плотины, подводные ходы и шалы, шалаши всякие. Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобер крикнул «А ну нажимай!». Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загромах мутала обрушилась в реку. Пошла пена. Буруны захлестнули волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну. «Ну, теперь крышка!» – подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл. Вылез на свой берег и… где там отряхиваться некогда. Пустился бежать по песку к своему лесу, а позади крик, урлюканье, бобры свищут в два пальца, а ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала «Дурак, дурак!», а больше уже и кричать не могла. А симки мелко тряслись от смеха, а ёрш шипоят разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю. Да не доплюнул. Где там доплюнуть при таком отчаянном-то беге? Добежал медведь до леса, едва дышит, а тут, как на грех, девушки из акулова пришли по грибы, ходили они в лес всегда с пустым бидоном от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом. Выскочил медведь на поляну. Девушки увидали его. Все в раз завизжали и так грохнули палками по бидоном, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали. Только пестрые их юбки метнулись в кустах. А медведь стонал, стонал. Потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дренучего леса. И уснул. Хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост. Петя посмотрел вслед к медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задние ноги у себя за ухом. Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам. Спасибо вам, сказал Петя, но никто ему не ответил. Тихо было на реке. Сонно висела листва ив. Не трепетали осины. Даже не было слышно птичьего щебета. Петя никому не рассказал, что случилось на высокой реке. Только бабки Анисии боялся, что не поверят. А бабка Анисия отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала. Вот уж и вправду, говорят люди, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петрушка. Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал. Вот грех-то какой, вот грех-то какой. Бабка Анисия сморщинилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязательным крючком. Вот и сказка, вот и все.